Улицы Адербекова и Жангильдина оказались претендующими на непрестижное звание района красных фонарей. Работниц коммерческого секса здесь не видно, зато в изобилии стоят предприимчивые граждане, сдающие по суточной и по часам квартиры в многоэтажках. То, что нередко их услугами пользуются любители плоских у тех, ни для кого не секрет. А вот для местных жителей это стало настоящим испытанием. Мы живем, знаете, обложенные ими. С трассы у нас покоя нет, сейчас летнее время мы не можем дышать свежим воздухом, открыть окно. С утра до пяти, до шести, до семи, ба-ба-ба-ба, то они передерутся, то еще что-нибудь. Они клиентку пьяную привезут, вот представьте, они ее вытаскивают, дети смотрят, они ее тащат наверх, ну это же вообще безобразие, маразм. Акимат Аль-Фарабийского района организовал рейд по очистке улиц от арендодателей по часовых квартир. К рейду привлекли участковых полицейских ОМОН. По улице Айбергану и Жангельдия, там это суточная квартира, много стоит, поэтому отчителя жалобы поступают. По этому поводу мы это с рулем, участковые связи придут, это отштрафуем их и в дальнейшее время хотим всех это убрать. Впрочем, сил у полицейских и автоматчиков хватает не всегда. Застигнутые арендодатели проявляют завидное упорство и изворотливость. Вармай, давай! Вармай, давай! При этом большая часть успевает разбежаться. Лишь единицу удается доставить в полицейский участок. Были проведены рейдовые мероприятия, в ходе которых были выявлены трое граждан, которые сдавали посуточно квартиры в общественном месте. Данные граждане были задержаны, доставлены в упорный пункт номер 25 Альфарбийского отдела полиции города Чингента. Также по ним будут приняты следующие меры, а именно установление их личности и привлечение к административной ответственности по статье 449 Кодекса Республики Казахстана об административной ответственности, где предусмотрено наказание в виде штрафа 5 МРП. Рейд планируется вести в течение двух дней. В Акимате надеются, что принятые меры позволят очистить дома от плохих квартир. Но, возможно, арендодатели будут отрабатывать потраченные на штрафы деньги прежним образом, сдавая квартиры.